Мой следующий бойфренд, короче. Вот здесь мне нравится включение армянского языка. Нихера не понимаю! What? Фраза составлена как будто не носителем языка, так слишком сложновато. Красивый тембр, красивый тембр, красивое многоголосие прописано. Невероятно! Что? Привет, ребята! Привет! Это Серхат, Сенхит Таун, готовит пельмени. Пока я здесь, Рамюзик, предложил мне великодушно сделать реакции на Армении и Грузии, что называется Сегодня все вместе, как вы знаете, у меня кавказский бэкграунд, тоже вроде бы, если не ошибаюсь, иначе что я зря, я... Это сегодня нарядился специально для вас. Сан-Марина, мы ничего не знаем, ничего не смотрим. Рамин показывает, надо сказать, что это канал Рамузика. Подписывайтесь, там, бусти, говнусти, там, всякие концерты, там, ВК, Телеграм-канал, там, все новости. Можно все комменти. Собственно, в Сан-Марине мы вообще ничего не слушаем. Я... Это Евровидение я не слушай. Не слушал. Не слушал. И в этот, собственно... Поэтому я сейчас посмотрю впервые песни. Посмотрим, что за участницы. Две красивые девушки я уже вижу здесь у нас. В этом году выступаю. Я писал, вот такие дела. Хотел припудрить голова, но почему-то зашел в Ле Туаль, и женщина говорит, мне не нужны твои деньги. Никак нельзя тоналку купить. Я говорил, мне для силикона, мне голова красить под цвет лица. Она говорит, нет, жопу пошел. Будет ничего не перекроет. Я думаю, ну не перекроет, значит, я перекроюсь и сниму все равно ролик. Значит, ай, чешется. Я не думал, что это так. В общем, давайте изучать сразу девочек. Первая будет у нас Грузия. Уже побеждала на Евровидении, говорят. И Евровидение представит... Я речу, я буду сегодня ассерхат на 100%. Вся реакция будет ассерхат. Грузия уже побеждала. Евровидение представит на Грузии. Я на Ливерпуле. Представит Иру с песней Эхо. Иру, красивая девушка, я вижу. Написано, настоящее имя. Иру Кэчанови родилась в 2000 году в Тбилиси. Боже мой, ёб твою мать. 23? Господь, молодая. С детства Иру принимала участие в шоу Таланта. В 11-м году в составе группы Кандэй. Исполнится победила на детском Евровидении в Ереване. В 19-м году в грузинском Айдоле участвовала. В 22-м написала песню I Believe. С которой Мартин Биг Вава представила Грузию на детском Евровидении. Значит, потом было The Voice. И всё, да? В своей песне рассуждают о том, что любовь это самое главное в жизни. Цитату не читаем. Рами сказал, не читай, чтобы не мутилось. Не мутилось смысл в голове. С тем, что ты увидишь. Реакции. Первый, без всего. То есть, как бы, да? Смотреть, подготовка 0. Стоять тихо. Сейчас запишу запись. И будем смотреть, что там она подготовила. Итак, 645 тысяч просмотров 11 дней назад. Ну, знаете, у фаворитов было... Было побольше даже. Да? Мне казалось. Excuse me. Нет, скорость. Я думал, у меня полтора икс. Хорошие, хорошие, хорошие. Такие вот укольчики, такие звуки хорошие. Мне нравятся. Уже другой человек какой-то стоит. Петь сейчас будет. Ничего пока не понял по припеву. Странно. Странно. Очень масштабно. Драматично. Как вот. Ничего не понятно, слушайте. Пытаюсь понять. Немножко заметил такая закономерность, что если артист не умеет живые делать выступления хорошие, то, скорее всего, мы увидим шикарный, красивый визуал. Визуал, значит, человек живет в интернете, на сцене, со толком не выступал. Молодая девочка. Я не знаю, как, может, она шикарно поет. Но вот всегда супер классный продакшн клипов, всегда равно, как будто, немножко, примерно равно, не очень выступлений. Вы же понимаете, здесь все эти уловки, они сбивают нас с толку. Да, там какая-то барселонская вечеринка прошла, я не смотрел выступления еще и ру. Но вот, вот это, вот все это слоумо красивое, да, все это, вот это вот. Оно вот как будто бы, оно же все равно оторвано от реальности. Вживую-то, а не слоумо. Вживую больше кадров в секунду, вживую. Мы идем через всю жизнь вместе. И потом тинь-дарам-баратам-дам-дам-дам-бам-барам-бам. Will be better days? What? Will be run away? Что? Я просто не помню, у меня не очень, небольшой дистананс в голове писалось, что песня о том, что любовь самое главное в жизни, а песня как будто о том, как будто... Извините, давайте закончим сакцент. Песня как будто о том, что она наоборот там, знаешь, какой-то катаклизм за ней бежит, кто-то там охотится на нее, а она типа такая, боже, мы выживем. Очень много продакшен на голосе, много обработки, ни слова не понимаю. Не понимаю, обрывки какие-то. My love is что-то там, taking all, что-то там. То есть, пока непонятно. Going through the life together. Вообще такая очень фраза составлена как будто не носителем языка, так слишком сложновато. Вообще в таком случае я бы, будучи носителем, артикль бы не ставил. Through life. Through the life это вот, знаете, вот какая-то школьная такая формулировка, и все равно до конца не понимаю, что это значит. То есть, визуал никак не бьется у меня с месседжем. Визуал бьется с музыкой, да? Вот эти контемпоританцы, прыжки, вот эти летящие простыни и вот это все. Оно все бьется, но с песней бьется. Нихера не понимаю. Что? Мы почитаем текст. Я не хочу прорешать это в очередную Melovin situation. My soul is like a fortress. Моя душа как крепость. Ну, очень-очень звонкий, очень такой колкий, да? Искрящийся голос. Ааа, как очень, как звучит просто. Невероятно. Я не понимаю, о чем поется. Я не могу, давай, ну, сейчас закончится уже. Давайте читать. Что написано? Days in a row. А, days in a row. I'm thinking I know. Ну, господи, я понял почему. Потому что писал какой-то вообще грузин или какой-то русскоговорящий человек. Или любой человек, любого носителя, любого языка носитель, но точно не английского. Days in a row. Так просто не говорят. I'm thinking I know. My love is my crown. I've got a big faith. Will be better way. Will be better. Ну, да, тут пропущены, пропущены местоимения слова какие-то. Days in a row. It's not a secret. Life is love. Thing is known. Боже мой. Life like in dreams. Oh, господи. Oh, важный текст. Like in dreams. Going through the life together. Это я понял. Days in a row. My soul is like a fortress. I feel I'm progressed. Words getting worthless. Life is a worthless. Это шутка, что ли? Это что такое? Или они, если выиграют, они скажут на самом деле. На самом деле, текст нам придумал AI, да? Это просто Google переводчик. А вот так вот. А вы сховали, а мы победили. Боже мой. Days in a row. I'm thinking I know. I've got to be. My love is my crown. My sister's crown. Will be better way. Я не могу, я не могу понять этот текст. Лирикс. Иру. Сама писала. Понятно. И Бенни Кадагидзе. Надо... Не дай бог. Иру, не позорь меня. Иру, если ты видишь на красной дорожке, тебя спросят. How do you feel? Если я услышу такой английский, то все. Значит, я извиняюсь. Я не могу. Но что это за текст? Ну, объективно. Это не слушабельно. Это не легко на языке. Это сложно понять. Мало того, чтобы, блядь, повторить. Могу сказать, что шикарный вайб музыки, конечно же, клип повторил. И клип и не должен рассказывать нам всю историю, которая рассказывается. Возможно, тут какие-то, знаете, метафоричные понятия любви. Вот она душа в синем, а она, типа, любовь в сердце, в красном. Но, по факту, это просто такая дэнс-рутина, представление дэнс для танцевального конкурса клип. Какие-то саб-зиры здесь в черных этих. Ну, короче, просто, типа, смотрите, как мы умеем танцевать. Какой у нас движ. Рыжие волосы, красиво. Она рыжая, да? А, это парики, все. Короче, нихера непонятно, какая она и кто она. Ничего про нее не понятно. Я ничего не понял. Я могу сказать, что спи это хорошо, но мы прекрасно с вами знаем, что пением ничего здесь не ограничивается. Мое первое впечатление, это... Вот оно поется... Вот музыка, она прикольная, да? Она хорошая, она интересная. Но это не поется. Слишком драматично. Слишком вот... Слишком на... Такое, на пафосе темное такое. Есть какой-то флер грузинскости, но мне не нравится. Буду сразу говорить. Это 4 из 10 бутылок оригинального, не паленого кинзмараули. Давайте перейдем к Армении. Армении... О, господи, у нас в телеграм-канале называется статья Армения. Эй, детка, я теперь брюнетка. Армении на Евровиде представит брюнет с песней Future Lover. Будущее любить. Шучу. Ладно, Future Lover, ну, типа, любовник или любовь из будущего. Или парень будущего. Future Lover. Мой следующий бойфренд, короче. Значит, настоящее имя Элен Еремян. Ну, собственно, как и Ким Кардашьян. Ничем не хуже. Красотка. Родилась в мае 2001 года еще моложе. В Ереване. Обычно артистка работает в жанре лоу-фай, хип-хоп. Лоу-фай, окей. В этом году армянская делегация ставила перед собой задачу отправить на Евровиде совсем молодого и начинающего артиста. Но YouTube-канал загружено всего три сингла. Future Lover берет цитаты из Tumblr, которые однажды запали брюнет в душу. Артистка готовится встретить свою любовь. Она стала лучше и уже не может дождаться, когда тот самый появится в ее жизни. Там дальше идет какая-то цитата. Впервые Армения использует армянский язык с 2018 года. Интересно. Если брюнет удастся выйти в финал, армянский язык прозвучит в финале Евровиде впервые с 2009 года. А, то есть в финале так еще и намного раньше не проходила Армения. Давайте послушаем, что-то заинтриговали. Что тут у нас? Три миллиона просмотров за 12 дней. Ох, я чувствую давление передо мной серьезно. Огромное количество заявок было по песне Армении. И я знаю. Я просто хочу предостеречь вас. Я не знаю, что там. Мы не знаем. Это может быть очередная Австрия или Лорин. Это может быть очередная... Это может быть что угодно. Я сразу предупреждаю. Я знаю, что облизывание попы, облизывание армянский поп обойдется в большое количество просмотров. Любовь всей страны и вот это все это дело. Но мы на этом канале так не делаем. Мы говорим честно. И если у меня говновкус и мне не нравится, значит у меня говновкус и мне не нравится. Если я обожаю, значит я обожаю. Понятно? Поэтому смотрим. Брюнет фьючер лавер Армения офиша мюзик видео. Видите, сразу все понятно. Someone who likes что-то там. Not to kiss my face. Ну короче, все понятно. Немножко на такого курсивного певца похоже пока что. Курсив. Так называют, знаете, курсивный певец, который почти как разговаривает. Билли Алиш так называли первый. Ну типа не напрягается. Ну как будто бы. Смувиз сказала немножко. Смувиз. Брюнет, ты че? А кстати, давайте назвать ее блонд. Мы Лазару называем Эйчик. Будем назвать блонд. Значит она рассказ какие-то такие, знаете, нишевая. Наоборот, глобальная история. Что вот хочу с мальчиком гулять по улице там, чтобы пить вместе смузи, пить кофе, ходить в кафешки, обниматься. То есть ничего мне не надо. Мне не нужен ваш секс. Мне всего 23. Когда родители скажут, что можно, значит будем. А сейчас пока мне вот нужен такой вот. Пусть прикрытие будет. Костюм, кстати, на ларин похож немножко. Съемка прикольная. Девушка очень красивая. Армянки, мне кажется, поняли, что они... Помните, раньше говорили? Русские девушки, красивые русские девушки. Какие прекрасные русские. Это была такая красота в патчете. Сейчас армянские девушки поняли. Как говорится, Кардашьян все попробовала. Теперь армянские девушки поняли, что это стандарты красоты сейчас на них. Песочные часы, губки, носики. Все чик-чик-чики-пуки. Очень красиво получается. Очень долгое вступление. 40 секунд. Ничего не произошло еще в песне. Красивый тембр. Красивый тембр. Красивое многоголосие прописано. Где песня? Она говорит, эту песню я написала для тебя. Мой фьючер лавер. Вот, найдись. Где ты мой, ну, грубо говоря, принц на армянском коне? Где ты? Покажись. I decide to... Еще какие-то проблемы с английским? Я, короче, решила, что я буду... Be good, буду хороший, буду выглядеть хорошо. Чувствовать себя хорошо, да? А, do good. Делать добро. Как это мы так просто с нуля? Просто до соточки разогнались. И она уже даже уворачивается от нарисованных колоколов. Ну, такая, да. Такая. Кстати, мне кажется, на ней парик. В отличие... Да, в отличие от меня. Как-то так выступает немного волосы. Но ничего, мы не против. Мы за натуральную, конечно, красоту здесь на Канаре Музка, но ничего. Смешанные ощущения у меня. В конце мы еще обсудим. Ну, может, сейчас обсудим. Короче, я не вижу, мне кажется, немножко, немножко неформатная песня. В плохом смысле. Немножко неподходящая песня для Евровидения. Армения постоянно... Ну, как постоянно? Последние пару лет, да? Я точно помню, какая-то девушка была. Делает шикарные, такие монстрские, драматичные песни с претензией. Делает видеоработы с претензией. Помните, какая-то была? Я уже забыл, блин. Еще какая-то вот. Есть и Вета шикарная. А есть еще другая тоже. С похожим именем. Тоже подавалась на Евровидении. Что-то такое было под Бейонсе. Прям невероятный клип. Какой-то... Зачем-то какие-то бешеные деньги они тратят на клип. Вот здесь тоже она упала в этот тазик с мукой. Потом встала. Такая, боже мой. Blood in my plans! Blood in my veins! Что-то там начало петь. Дальше, то есть после двух строчек. Все. Из-за вот этого эффекта раздвоенного вокала немножко пропадает желание слушать. Потому что песня о том, как я ищу своего любимого мужика. А вот потом, что за агрессия пошла, я не понял. То есть зачем вот этот пафос, зачем он здесь? Понятное дело, угодить зрителям новую пошлем певицу. Не будем, да? То есть на старую гвардию надеяться. Все, чтобы зрители успокоились. Но победить-то мы хотим или не хотим? Мне не очень заходит эта песня. И я к чему говорю? Что такая движуха в клипе. Вот тут стоит 45 человек. Оркестр сзади. Мы на сцене... Я всегда, когда смотрю, думаю, на сцене будет всего 6 вместе с ней. Всего 6 человек. На сцене камера трястись не будет. Хотя, кстати, возможно, съемочку как-то подделают. Но она essentially будет на сцене стоять. Сможет ли она также филигранно читать рыпачок? Еще и вот на этом двуголосии будет ли там этот эффект? Когда ей придется присаживаться, наклоняться и прогибаться, нагибаться? Вот сможет она или не сможет? Ну, всяко сможет она же, да? Это ее песня. Но как это будет выглядеть, непонятно. У меня очень смешанные чувства. Я не скажу, что я пищу. Я не хочу... Я не скажу, что это слэй и серф. Нет, ну это серф. Но, возможно, это просто серф кофе. Господи, тут человек висит над полом. А я даже двух слов сказать не могу. Вот здесь мне нравится включение армянского языка. Потому что припев она спела уже 87 раз. И, в принципе, мы знаем, что она поет... То есть здесь она может петь все что угодно. Мы примерно понимаем, что она поет. Поэтому вполне себе оправданная вставка национального языка. Хорошо, что она рэп не стала по-армянски читать. Мы тогда вообще ничего не поняли. Вообще ничего не понятно было. Вот тут хорошо. Молодец, вполне. Я не знаю, я так понимаю, это как-то бигдил для Армении, что надо на армянском языке что-то вставить? Видимо, нет, потому что до этого не было. Ха-ха. Нету цельной картины у меня. У меня нет цельной картины. Я считаю, что честно будет посмотреть текст, если он тут есть. Потому что я посмотрел текст той песни. Где начинается припев? It's like a daydream, but I got some other better plans. Да, кажется, что это какой-то сон. Но у меня другие планы. Я хочу кричать и орать. Мое сердце заковано в цепи. Холодное сердце, холодные руки, огонь в моих венах. Огонь в моих венах. Сердце в цепях. Господи, зачем 50 раз одно и то же? Я все с первого раза понял. Брюнет, ты что? Блонди. Я вулкан, который взорвется в секунду. Просто заворожено тем, кого ни разу не встречало. И надо не забывать, я может быть еще и сплю поэтический сон. Я не хочу, чтобы он заканчивался. Три минуты на создание невозможных планов. Семь минут каких-то неоправданных панических атак. И вот я выхожу вам с холодными руками. И вот до сих пор у меня нет планов. И до сих пор нет планов, которые я могла бы отменить. Нет, я не могу расслабиться. Это я перевожу на ходу, поэтому я извиняюсь, что может быть кривой текст. О боже, что мне делать? Моя боль просто атакует меня. У меня до сих пор очень холодные руки. О мой бог, о мой бог. Моя боль, мои панические атаки, ой. What? Что это за... Что это? А потом на армянском, вот тут перевод есть на английский. Ты так далеко от меня осталась одна. Ты так далеко-далеко от меня. Ты и я, молча в моем сне, мы потеряны так далеко друг от друга. А как песня называется? Future Lover. Ну такая, знаете, глубокая история, по сути, рассказана. I decide to be good, look good. Почему decide? Боже, что у меня вообще с этим английским на Евровидении? Почему decide? Очень странная история описана. Я почему-то не думал, что у нас будет в Евровидении сеанс психотерапии от Армении. То есть тут девушка говорит, что вот я хочу мечтать о своем мужике. Он какой милый, я буду хорошо себя вести. И вообще, я буду хороший, выглядеть хорошо. И потом она как будто рассказывает о своем сне, да? Что на самом деле она во сне о нем мечтает. Да, но у нее столько проблем, у нее столько говна, и жизнь дерьмо, и вокруг звездец происходит. О, господи, спасите меня, мои панические атаки, что делать? Где мой психолог? Позвоните в Ясно. Где мой врач? Мои таблетки, транквилизаторы, где вы? Вот мне такое чувство, что песня про паника такси и про холодные руки. Может песня про отопление зимы? Я ничего не понял, меня не торкнуло. No, no, no. Девушка очень красивая, девушка потрясающая. Но вы знаете, меня этим не проймешь. Мне, я сразу думаю о стейджинге. Я даже не знаю, что сказать. Словно вулкан, вот-вот взорвется. От чего взорвется она? То есть, это какая-то накопленная типа сексуальная энергия? Я просто пытаюсь, видите, я уже сам придумываю какие-то подводки, подвязки, отсылки и метафоры. Может тут что-то, может я что-то не понимаю? А, ну короче, пишут, что типа брюнет говорит о том, что пытается жить эту жизнь, что все плохо, все херово, но она живет несмотря ни на что и находит в себе силы как бы просыпаться и жить дальше. Ну, это не очень понятно по песне. Особенно, когда ты настолько красотка. Не знаю, не знаю. Я просто не понимаю, почему такая агрессивная история. Зачем столько пафоса? Дело в том, что когда ты называешь песню Future Lover, которая... Ну да, может это для твоего сольного альбома супер, но когда ты называешь песню Future Lover, какие-то ожидания, да, сразу у людей появляются. Дива или не дива? Красотка? Вижу. Поет хорошо, но это в основном хип-хоп был. Не вяжется, не могу, я не буду придумывать просто так слова. Такую же оценку ставлю. 4 из 10. 4 из 10 армянских закатов. Не нравится мне, не нравится. Вот такие дела, ребят, давайте обсуждать, давайте общаться. Многое наговорил. Как вам, что думаете? Ну, я просто решил, раз такой деменд был у ролика, значит, я расскажу подробнее. Ну все, подписывайтесь на канал. Еще остальные песенки я сниму на Boosty. Обязательно не забывайте заходить. Азербайджан, там, Португалия, еще что-то. Вот так вот, все, увидимся. Пока. I decide to be... Блядь, decide, я не могу. Просто, это что с английским? Господи, боже мой. I decide. А, ну типа, я принимаю решение, несмотря на это. Это я после того, как уже трактовку прочитал от Вильяма. Открыл просто, у него тут текст есть. Ну да, типа, я все равно принимаю решение, да, следить за собой, держать себя в руках. Всем тяжело, блин, это. Всем тяжело. Понимаю, да. Ну, возможно, у нее сейчас, то есть, это актуально для нее. Песня, по сути, про нее, а не про лавера. Вот ты ожидаешь песню о любви, а получается песня о, вот, именно, селф каком-то, селф-истории. Вот такой вечер. Я продолжаюсь с вами. Сверхат все багано. Сейна-на-на. Ребят, пиня, рвети, на-ра, 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 на-ра. Ребят, пиня, рвети, на-ра.